библейский портал экзегет.ру представляет приветствую вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и вместе с вами мы продолжаем изучать к священную книгу деяний святых апостолов сегодня у нас 5 глава и вот в прошлый раз когда мы завершали чтение четвертой главы то мы про что читали про то что у множество верующих было одно сердце и одна душа и никто из них ничего не называл своим но все у них было общее то есть вот когда благодать божия исполняет сердца людей да то земной меркнет и то чем ты обладаешь кажется ну можно запросто поделиться и на самом деле когда вот божье присутствие ощущается так вот рядом и господь исполняет благодатью свою то он очень быстро все что нужно человеку подаст а ты сам делишься с другими да и промыслом своим господь непременно оборачивает тебе этого блага и вот люди жили первые христиане они жили этой удивительной такой радостью вроде бы все такое возвышенное и тут вдруг раз и вот в начале пятой главы мы видим ситуацию противоположную как будто вот кто-то попытался ложку дегтя плеснуть в бочку меда и тут мы читаем про ананию и сапфиру вот такую неприятную ситуации смысл наверное в чем в том что евангелист лука который пишет вот и книгу деяний он хочет показать всю правду вот все как есть что да вот люди жили в такой чистой искренней радостью но в то же время вторгаются искушения соблазна они начинают проникать в первую христианскую церковь к отдельным представителям скажем так церкви начинает подкрадываться соблазнитель а некоторый же муж именем она не женой со своим своею сапфирую продав имение утаил из цены сведома и жены своей а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов но имение там по-гречески хоре он имеется ввиду как бы земельный участок то есть не требовалось конечно от первых христиан вообще все вот вы там давайте продавайте и оставайтесь без всего и что тогда живите как бомжи на улице что ли нет они могли это и делали это добровольно но вот представьте что кто-то говорит что и показывает себя что он добровольно жертвуют продав все свое имение а на самом деле часть он приберегает к себе то есть перед всеми он показывает себя как такого бескорыстного милосердного человека но часть утаивает как вот иуда до своей корыстной иуда то есть тут и фарисеев и лицемерия и иудина своей корысти и вот это является самым страшным то есть если ты какой-то подвиг не тянешь что и не берись за него и не демонстрирую себя вот перед другими как подвижника а если ты вот демонстрируешь себя как подвижника а при этом лукаво что-то утаиваешь то здесь уже конечно очень нехорошая такая вещь и для первой христианской церкви это был очень великий соблазн потому что а двуличие двуличие начинала вкрадываться и вот вот этот вот она не вместе сапфиры они хотели показать себя что они вот все как бы жертвую да а при этом такое лукавство и что дальше мы видим но петр сказал она не для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать духу святому и утаить из цены земли чем ты владел не твое ли было и приобретенной продажи не в твоей ли власти находилась вот эти слова означает что ведь это и так все было твое да и ты так было твое и то что ты приобрел продажу то есть вот это вырученные деньги они они же и так в твоей власти находились для чего же ты положил это в сердце твоем то есть да ты солгал не человеком а богу вот кстати здесь в этих словах еще такой важный аргумент и толкователи обычно на нем останавливаются что святой дух здесь прямо называется богом да для чего ты попустился то допустил сатане вложить сердце мысль солгать духу святому ты солгал не человеком а богу то есть святой дух это есть бог это третье божественное лицо святой троицы и дух святой вот как у апостола павел сказано он испытует и глубины сердечные то есть он все видит и апостол петр он ведь как исполненный духом святого прозревает это это же не какие-то там экстрасенсорные способности ясновидения это от духа святого открыто и петр в каком-то смысле вот такие такой скорби с горечью говорит что вот именно ты вот допустил это а получается что что до сатана искушает сатана он пытается вложить в нашу в наш ум и вот в сердце сказано какую-то мысль лукавую но мы когда поступает это что и в нас внутри как колебание да и дьявольские искушения они всегда сопровождаются или какая-то вот чем-то каким-то нехорошим чувством так скажем какие то какое-то сомнение какая-то тревожность может быть да или что-то нечистое что то что лишает нас мира сердечного поэтому как только мы это встретили мы должны тут же освобождаться и в прилогах дьявольских мы не виноваты это он подбрасывает нам свои соблазны а от нас зависит принять или не принять и вот она не он великому сожалению принял этот помысл и в его сердце начинает прорастать вот этот вот сорняк уже пускать глубокие корни и как только петр произносит это обличение даже не то чтобы обличение просто петр говорит как есть открывает правду наружу то что вот это двуличие там где-то пряталась а петр это говорит и что ты-то оказался в сетях дьявола солгал не человеком а богу и после этого происходит нечто страшное нечто ужасное но лука он пишет как есть услышав все слова она не пал бездыханин и великий страх объял всех слышавших это и встав юноши приготовили его к погребению и вынеся похоронили но юноши там по-гречески неотерой видимо речь идет не про то что вот юношеский возраст а как бы младшие служители уже самого начала в церкви оформляются вот особые служения если священники пресвитеры пресбютерой по-гречески то вот неотерой это как бы младшие младшие которые ну прислуживали помогали и совершали определенные вот этот чин погребения до а хоронили вот по обычаям того времени в тот же день то есть в день смерти и действительно получается так вот все стремительно происходит часа через три после сего пришла и жена его не зная о случившемся петр же спросил ее скажи мне за столько ли продали вы землю она сказала да за столько но петр сказал и что это согласились вы искусить духа господня вот входит в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут то есть вот уже слышны шаги тех кто погребал твоего мужа и тебя они тоже вынесут ну конечно достаточно страшные такие слова вдруг она упала у ног его и испустила дух и юноши войдя нашли ее мертвую то есть они пришли отчитаться в том что они похоронили ананию а тут получается и жену надо хоронить и вынеси похоронили подле мужа ее и великий страх объял всю церковь и всех слышавших это ну наверное не только их обымает страх но и нам самим тоже страшно слышать подобные вещи это вообще что такое происходит это чего творится что так очень жестко да непривычно вроде бы должно быть там любовь прощение ну какие тут могут быть наказания а дело-то в чем ведь петр апостол он же на самом деле и не казнит их то есть не то что он там их изобличил и тут же палачи какие-то спешат с топорами там или кто еще а здесь мы видим что это было не действием духа святого оказывается действие божие оно может быть и наказующим действием а всякое наказующее бой божие действие оно для вразумления и конечно не для того чтобы там губить души человеческие а может быть как раз для того чтобы вот эти вот первые помыслы которые вторглись только только в душу она не сапфир чтобы они не дали дальше худших плодов в их же собственных душах и может быть для них было полезнее вот так вот сейчас вот так вот расстаться земным бытием до осознав свое так сказать вот недостоинство свой грех перед самой смертью и кроме того отсекались соблазны отсекался соблазна как бы некий прецедент который возник для всей перво христианской церкви и конечно повторю что ведь петр не произносит что вот я тебя казню да там духом святым и там умри и все и что спаситель то ведь он же помнить когда иоанн иаков просили огонь не извести он говорит что сын человеческий пришел не губить души человеческие а спасать а здесь это именно петр он прозревает во первых он прозревает сердце она не сапфиры это дар прозорливости и во вторых петр прозревает действие божие то что господь сейчас совершит а господь вот совершил именно такое страшное знамение которое показывает что нельзя обманывать бога да и когда ты пытаешься вот ну что-то сделать дату кого угодно можно обмануть но бога невозможно обмануть и лучше конечно не показывая себя перед другими тем кем ты не являешься не берись вот за такие подвиги не демонстрируя себя как бессребренника иначе это обернется очень плачевными результатами да и вот после такого очень страшного конечно вразумления мы видим что не только все так вот легко рада же радужно что они некое идеалистичное настроение но и отсекаются вот эти первые плевела а дальше как бы такая повседневная жизнь перво христианской церкви но в чем она выражалась а именно в том что апостолы они практическим образом являли вот присутствие благодати божией читаю руками же апостолов совершались в народе многие знамени и чудеса ну вот как впоследствии мы видим о самых разных святых допустим преподобный серафим саровский да а вот и преподобный александр свирский сергий радонежский там святой иоанн кронштадтский которым люди идут и их руками совершаются многие чудеса потому что ведь это же та же самая благодать духа святого которая была у апостолов и пребывает в каждом христианине сохраняющим свое сердце чистым и своей душой пребывающим вместе с богом у нас почему этого нет ну потому что мы живем как попало а тот кто верен богу да тот от бога обретает вот какие-то дары и дальше еще и и все единодушно пребывали в притвор в притворе соломоновым из посторонних же никто не смел пристать к ним а народ прославлял их притвор соломонов в храме соломоновым ну точнее вот как примыкающий к храму соломона это обычное такое место где ходили апостол да и сам спаситель до этого ходил там появлялось много людей и можно было проповедовать при этом сказано что посторонние не присоединялись но вот потому-то и не присоединялись до что если ты идешь с двуличием пытаясь как бы обмануть бога то ты все равно отсеешься отсеешься естественным образом или вот таким страшным сверхъестественным образом но а народ прославлял их потому что действительно видел что через христиан действует божья вот благодать божья милость верующих же более и более присоединялась господу множество мужчин и женщин то есть это вот идет подряд да вот распространяется почему потому что люди получали исцеление и апостолов то много и все исцеленные тоже приводят других приводили и чувствует что ну действительно реально господь с ними и значит вот присоединялось множество мужчин и женщин дальше читаем так что вы носили больных на улице и полагали на постелях и кроватях дабы хотя тень проходящего петра осенила кого из них конечно тень сама по себе она не исцеляла а тут имеется ввиду что петр как и другие апостолы они стяжали благодать божию а благодать божия она все освещает и невидимое и видимое она освещает душу и проявляется в теле святого человека вот почему мы почитаем мощи святых угодников потому что тела святых это вот как храмы духа святаго да то есть тела ваши призваны быть храмами духа святаго да говорил апостол павел и вот и святые это явили в себе в наиболее таком чистом виде поэтому благодать божия она через тела через одежду святого человека проявляется а апостолы они были святые люди поэтому не то чтобы те ну просто получалось так что петр вот проходил и те кто рядом ощущая прикосновение благодати божией жившие в апостоле петре они получали исцеление представляете какая какое-то было распространение веры и как люди ну массово массово начинали обращаться сходились также в иерусалим многие из окрестных городов неся больных и нечистыми духами одержимых которые исцелялись все и вот падшие духи как раз терпит поражение и это ведь нечто такое необычное потому что самым таким плачевным следствием первого грехопадения что было то что дьявол завладел людьми и ну и вот одержимость как бы ну как не одно из таких вот свидетельств что дьявол делать людьми все что хочет а тут благодать божия благодаря тому что христос победил дьявола и благодать христова она обитает в апостолах то есть уже у людей ну как бы простых людей простые люди побеждают ангелов падших ангелов потому что те именно падшие а с этими простыми людьми прибывает благодать всемогущего бога и что дальше мы видим что поскольку уже массово начинает распространяться проповедь да и вот исцеление и изгнание нечистых духов то руководство то иудейское она же следит за всем этим она не оставляет это без внимания первый священник же и с ним все принадлежащие к ереси саддукейской исполнили зависти вот повторю что здесь больше противостояния уже конечно с представителями саддукейства конечно фарисеи тоже кто как но некоторые из фарисеев они уже обратились в христианскую веру они еще были конечно привязаны слишком к обрядовым законам из-за этого потом пойдут споры но более стра страшная такая вот вражда и неприятие со стороны саддукеев как но закоренела в таких вот материалистов которые либерально мыслили которые стояли как бы над народом и вообще то есть жесткие были они сердцем и так вот упоминаются эти лица с первосвященником во главе и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу то есть в темницу для простых людей но ангел господень ночью отворил двери темницы и выведи их сказал идите и став храме говорите народу все сии слова жизни они выслушав вошли утром храм и учили вот такое интересное тоже чудо лука он понимаете он собирал все что вот это было и описывает и тут мы видим что ангелы божие они являются вообще участвуют в жизни людей да причем это участие ангельское она конечно не является вот таким как бы центрально определяющим ну я поясню ангелы же не препятствовали первосвященникам когда те хватали и вот эти прислужники их и садуке и ангелы мне препятствовали все они могли схватить они могли заключить до закрыть на ключ эти мощные двери то есть людям конечно дана некая такая автономия действий как бы свобода действий что человек наделен волей свободное и может либо к добру либо козлу склониться поэтому ну вот таков наш мир и сверхъестественное она не вторгается вот прям буквально на каждом шагу но в каких-то случаях если это действительно нужно по промыслу божию то вмешивается более существенно вот это высшая ангельская силы и в данном случае ангел просто отворил двери темницы вывел их говорит идите и проповедуйте народу все си слова жизни ну и они пошли проповедуют можно представить что действительно вот какое воодушевление было апостолов при этом что явно вот ангелы помогают и какая радость и они ничего не боятся при этом а кто им чего сделать если с ними сам бог между тем первосвященник и которые с ним придя созвали синедрион и всех старейшин и сынов израиля то есть они еще не знают про чудо и собирается синедрион высшее судилище и послали в темницу привести апостолов но служители придя не нашли в темнице и возвратившись донесли говоря темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью и стражу стоящими перед дверями но отворив не нашли в ней никого но представьте то есть действительно вот ангельский мир и божья вот эта сила всемогущие это некие иные более высокие законы которые могут перекрывать вот законы нашего мира но как знаете вот есть допустим эвклидова геометрия где две параллельные прямые они никогда не пересекутся и соответственно если дверь заперта ключом то ты никогда через нее не пройдешь а вот скажем геометрия лобачевского там две параллельные прямые они могут в бесконечности пересекаться вот минимум один раз то есть это некие более высокие законы до нашего мира созданного богом и вот есть именно законы духовного ангельского мира которые совершенно иначе действует получается так что никто не опирал и ангел он не отпирал ключом понимаете то есть это некое божье действие что она как бы отворил вот это вроде бы закрытую дверь выявил апостолов потом затворил запор на месте никто не проснулся при этом и а внутри уже пусто вот то есть божья благодать она может человека с одного места в другое перенести он может пройти через там пропасть какую-то он может по воде ходить но это дается в таких исключительных случаях поэтому испытывать никого нет не следует значит когда услышали эти слова первый священник начальник стражи и прочие первосвященники недоумевали чтобы это значили начальник храмовой стражи при именно при храме те кто схватили апостолов и непосредственно заключили в темнице пришел же некто и донес им говорят ну кто-то вот нашелся из таких как бы добропорядочных иудеев которые решил донести и говорит вот он вот мужи которых вы заключили в темницу стоят в храме и учат народ то есть вы-то их вроде как бы упекли в этом камеру предварительного заключения они как ни в чем не бывало учат тогда начальник стражи пошел со служителями то есть тот кто их хватал в то время прятал в темнице он идет напрямую начальник стражи пошел со служителем и привел их без принуждения потому что боялись народа чтобы не побили их камнями ну представьте себе вот эту ситуацию что начальник стража ничего не может понять ну точнее он прекрасно понимает что без бога такое чудо невозможно было совершить и а как тут будете хватать их тоже вдруг какое чудо последует но и тогда они просто попросили сказали что вы создавал синедрион что вас там ждут на суд и апостолы смелые просто идут не противиться апостолы а те как раз боятся что как бы их не побили камнями приведя же их поставили в синедрионе и спросил их первосвященник говоря не запретили ли мы вам накрепко учить о имени всем то есть первосвященник он движен движим формализмом таким да то есть вот чудо для него божие чудо явное проявление позже благодати это ну непонятно и вообще вот не хочу я даже слышать об этом а для него главное что мы вам уже запрещали мы читали об этом когда они запрещали петру и иоанну мы же вам запретили раз запретили то все вы должны соблюдать и вот вы наполнили иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека ну в каком смысле навести на нас кровь того человека под тем человеком конечно же разумеется иисус христоса которым они проповедуют и речь идет о том что вот вы хотите чтобы нас стали наказывать чтобы что люди примут ваше учение посчитают оправдают христа казненного при понтие пилате и значит вы тогда кровь как бы его ляжет на нас и ну то побьют камнями или еще чего сделают петр же и апостолы в ответ сказали должны повиноваться больше богу нежели человеком бог отцов наших воскресил иисуса которого вы умертвили повесив на древе его возвысил бог десницию свои в начальника и спасителя дабы дать израилю покаяние и прощение грехов свидетели ему всем мы и дух святой которого бог дал повинующимся ему и очень важно вот эти слова что прежде всего вот эта фраза она для христиан христианство ключевая одна из ключевых фраз должна повиноваться больше богу нежели человеком и даже у нас вот в основах социальной концепции документ приняты в 2000 году собором архиерейским и там так сказано что ну примерно так что мы естественно вот чтим государственную власть государственное установление но если вдруг государственные законы будут требовать и что-либо противоречащие воле божией и учению церкви то церковь православная никогда на это не согласиться потому что должна повиноваться больше богу нежели человеком да вот в земных делах там повинности всякие налоги система учета да то есть мы не возражаем против того чтобы там государство нас учитывала где-то и мы не боремся там с какими-то электронными документами с электронным учетом и контролем но если потребует от нас нечто вот противоречащие догматом веручению православной церкви и то что будет вести вообще к отделению от христа но скажем никогда мы не согласимся с абортами допустим да потому что ну конечно я не знаю как на законодательном уровне решается но церковь она всегда будет говорить против то что это убиение людей которым жизнь дал сам бог и тут есть некое противоречие вот именно люди противоречат богу поэтому мы не можем и во всем остальном тем более если будут там требовать подписывать какие-то атеистические документы там или что-то еще и вот как в израиле я когда немножко жил там говорят ну вот чтобы стать гражданином израиля то человеку из-за границы нужно заполнить особую анкету и там такая графа религиозной принадлежности там нужно и там только 2 2 вещи допустимы или что ты ну чтоб тебя сделали гражданином израиля или чтобы ты написал в этой графе что ты иудей по вероисповеданию или чтобы ты написал что ты атеист по вероисповеданию вот тогда тебя примут и некоторые они говорят ну тогда вот вы там пишите значит что атеист потому что иудея как бы полное противоречие атеисты но якобы не полно потом просто там на исповеди покаятись и все но в общем я думаю что это конечно не лучший вариант потому что мы вместо того что исповедовать себя христианами называем себя безбожниками атеистами нет это неправильно это такой просто пример а к чему говорю к тому что даже вот в плане государственных постановлений если что-то противоречит заповеди божьим церковь не может признать и основанием для нас слова апостолов должны повиноваться больше богу нежели человеком и петр здесь опять-таки говорит что вот да вот вы же чтите бога авраама исаака и акова бога отцов наших и говорит что бог отцов наших воскресил иисуса то что воскресение для апостолов это очевидный факт они ведь лично общались с воскресшим господом и его господь бог отец возвысил в начальника да то есть начальника вот нашей религиозной жизни нашего спаси и спасителя дабы дать израилю покаяние и прощение грехов а мы свидетели и дух святой то есть дух святой он уже не разрывен от церкви он не просто вот где-то там обитает на небесах его никто не видит да а дух святой вот через явно чудеса проявляет себя и он не разрывен от церкви наша церковь апостольская она до сих пор и у нас апостольское преемство в православной церкви поэтому благодать святого духа продолжает жить и действовать слышав это они разрывались от гнева вот эти начальники иудейские и умышляли умертвить их и посмотрите какой контраст что апостолы ведь тоже когда-то апостолы боялись смущались там ужасались если они вдруг будут ну там ведомы на судилище как бы чего не случилось а тут смело проповедует тут они наполнены таким благодатным воодушевлением ничего не бояться и как контраст контраст это начальники иудейские которые разрываются от гнева скрижищут зубами их там лица у них перекошены и они умышляют умертвить их какая злоба какие страсти греховные движимые этими людьми и вдруг вот что происходит нечто тоже для нас неожиданно такой новый поворот став же в синедрионе некто фарисей именем гамалиил законоучитель уважаемый всем народом приказал вывести апостолов на короткое время вот этот гамалиил он внук гиллеля знаменитого иудейского учителя он сам тоже учитель сказано уважаемый народом и по преданию он у него учился апостол павел будучи еще савлом и ну так вообще конечно есть даже мнение что он сам стал христианином и умер как исповедник веры христовой а вот в это время значит он как вот просит вывести апостолов на короткое время гамалиилу прислушиваются и что он произносит наедине а им сказал то есть первосвященнику и прочим членам синедриона мужи израильские подумайте сами собою о людях сих что вам с ними делать ибо незадолго перед сим явился февда выдавая себя за кого-то великого и к он был убит и все которые слушались его рассеялись и исчезли после него во время переписи явился иуда галилеянин и увлек за собою довольно народа но он погиб и все которые слушались его рассыпались а это действительно исторические лица вот иуда галилеянин явился во время переписи объявлены к вирине он претендовал там на что-то действительно мессианское вот когда умер царь ирод то он захватил один из городов ну точнее царский арсенал оружие в этом городе и он хотел как бы инициировать восстание иудейское это вот помните те самые та самая перепись когда как раз христос родился и после этого вот проходит какое-то время ирод умирает иуда галилеянин пытается организовать восстание и выступает как хочет выступить как лидер иудейского народа как спаситель от римского иго и рабства но и в итоге что ничего не получилось сам он был убит и соответственно все собранные рассеялись февда тоже историческое лицо но тут значит там есть такие разные размышления потому что вообще февда был после иуда галилеянина действительно там 40 человек 400 человек у него собралось и февда говорил что он обладает некими такими чудотворными способностями что он мог что и иордан раступится перед ним и вот он пройдет по суху ну и прочее прочее в общем он потом был конечно тоже схвачен убит и так вот все закончилось но кто-то говорит говорит что было два февды один там до иуда галилеянина как бы там ни было подобные лица появлялись и суть в чем в том что человеческие замыслы они всегда рушились и вот галилеянин продолжает и ныне говорю вам отстаньте от людей сих от апостолов и оставьте их ибо если это предприятие это дело от человеков то она разрушится а если от бога то вы не можете разрушить его берегитесь чтобы вам не оказаться и бога противниками конечно удивительно что он произносит такое как бы давая некую возможность с апостолом до быть действительно людьми от бога потому что если он в синедрионе то вроде должен только ругать но говорила любили и уважали поэтому прислушались к нему а сказано гамалиилом действительно ведь исполнялось ну допустим появляется какой-то вот раскол или какая-то есть и поначалу вроде там все ну не все вот некоторые подхватывают это течение начинают следовать а потом проходит какое-то время оно оскудевает оскудевает и со временем исчезает есть конечно некоторые ложные такие вот направления еретические это которые могут существовать достаточно длительное время потому что дьявольские соблазны не исчезает но в целом ложь она рано или поздно разрушается и вот если это дело говорит он про первых христиан от людей она само по себе разрушится а если от бога то устоит и как другие члены синедриона они послушались его и призвав апостолов били их и запретив им говорить о имени иисуса отпустили их то есть члены синедриона прислушившись гамалиилу решает не наказывать строго апостолов но при этом подвергают их телесным таким прещением подвергают их побиению ну видимо плетьми там или как-то удар удары палками не какие-то вот они дали да и запретили говорить о имени иисуса а после этого отпускают они же пошли из синедриона радуясь что за имя господа иисуса удостоились принять бесчестие вот это то что отличает во многом действительно христиан что когда мы страдаем за имя христова то мы исполняем с радостью а почему потому что мы вместе со христом получается спаситель тоже ведь прошел через такие несправедливые биения через голгоф и когда мы страдаем за имя христом мы следуем именно за христом через голгофу а значит тоже придем к воскресенью который явил наш господь и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об иисусе христе вот так заканчивается пятая глава то есть никакие вот эти внешние препятствия не могут помешать проповеди о христе апостолы благовествуют и даже исполняются радости когда претерпели страдания за имя христова на этом мы завершаем чтение пятой главы братья сестры в следующий раз божьей помощью продолжим ну дай господь всем нам быть исповедниками веры христова граф главное иметь вот это вот чистое сердце искреннее служение господу при и при такой-то искренней чистоте и благодать божия она будет явно помогать и убереги всех нас господь от лукавстве двуличие которые к великому сожалению проявились в анании и сапфире и это привело к смерти потому что любой грех он смертоносен и лукавство против бога она не может даровать жизнь она приводит к смерти иногда эта смерть проявляется вот так наглядно спаси и храни всех божие дорогие братья и сестры до скорой встречи